Арина Карпачева планирует стать руководителем лаборатории в нефтегазовой компании. Девушка занимается по программе для одаренных детей. Вместе с классом посещает дочерние предприятия компании «Новотек». На самом деле очень интересно, потому что они возят нас на различные предприятия и показывают нам, что необходимо знать, чтобы работать в дальнейшем по этой профессии. Цель данной программы – подготовка детей к обучению в вузах с перспективой трудоустройства в компанию «Новотек». С этого года во второй школе начал работу класс ранней профилизации на ступени основного общего образования. Это тоже будет комплексно-целевая программа обучения и ранней профилизации учащихся с 7-х, 8-х, 9-х классов физико-математического направления. Основной целью которой станет качественная подготовка выпускников для дальнейшего обучения по профилю на старшей ступени. Углубить школьные знания юные пуровчане могут в Центре естественных наук. Здесь дети занимаются по трем направлениям – естественно, научная, техническая и туристика краеведческая. Ребята постигают эти науки, отрабатывая все на практике. В школе мы не приходили ни разу к содержанию соли в воде или жесткости. Поэтому на химии можно взять много разного и интересного. Центр сотрудничает с компанией «Новотек» и предприятием «Новотек» «Таркасалянефтегаз» с 2017 года. Поддержка ведется в различных направлениях. Начиная с приобретения оборудования, заканчивая непосредственным участием специалистов предприятия в образовательном процессе. Очень часто к нам приходят на наших лабораториях, для детей проводят занятия специалисты «Химлаб», например, «Новотек» «Таркасалянефтегаз». Был опыт защиты проектов молодыми специалистами компаний. Здесь у нас дети видели, как в будущем можно себя развивать уже в профессии. Специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих готовят в Таркасалинском профессиональном колледже. Тамерлан Адилханов учится на мастера контрольно-измерительных приборов и автоматики. Он успешно справляется с учебной программой и получает именную стипендию от компании «Новотек» «Таркасалянефтегаз». Также Тамерлан постоянно участвует и побеждает в конкурсах «Ямалскилз» и «Молодые профессионалы». Нет предела совершенства, я вам так скажу. Все равно хочется восполнять свои пробелы в знаниях, учиться дальше по этой профессии. Тем более, когда есть все возможности для этого, почему бы и не учиться дальше. Планы сначала после колледжа пойти в армию, естественно. Уже после этого высшее образование заочно, а работать планированно на «Таркасалянефтегаз». Будущих специалистов готовят с самого начала обучения. Для этого в лабораториях есть все. Например, киповцы оттачивают свои навыки на автоматизированных стендах, щитах и пультах управления. Все знания закрепляются на практике непосредственно на предприятиях. Они идут на практику производственную, где их тоже подготавливают, обучают. То, что у нас, допустим, к сожалению, нет определенных каких-то элементов. Потому что предприятия, они, бывает, закупают раньше какое-то новое оборудование для тех или иных действий. И там их тоже дополнительно обучают. Корпоративный ресурсный учебный центр запустили в 2019 году. За это время более 200 человек получили профессии. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также оператор нефтяных и газовых скважин. В рамках корпоративного ресурсного центра мы еще выдаем дополнительную квалификацию. Оператор пластового давления проводим мастер-классы совместно с компанией «Новотек» «Таркосолейнефтегаз». Практическое обучение у нас ведется на тренажеры-имитаторы. Для компании «Новотек» подготовка кадров является приоритетной задачей, поэтому компания активно поддерживает студентов в их стремлении получить профессии. Производственная практика по всем этим трем направлениям предлагается проходить на базе «Таркосолейнефтегаз». И эта компания открывает широко двери для наших студентов. Ну и, соответственно, по окончании выпуска лучшие выпускники, которые уже зарекомендовали себя на предприятии, они имеют возможность трудоустроиться. Комплексный подход к профориентации и поддержке образования позволяет создать качественную базу для будущих специалистов топливно-энергетического комплекса, в частности, и для предприятий «Новотека». Виктория Абушева, Никита Дзюба, телеканал «Луч», город Таркосоле.